Субтитры предоставил DimaTorzok Диалог с бизнесом. Глава Самары Елена Лапушкина провела заседание Совета по развитию предпринимательства. 20 мая по 2 июня проходит всероссийская акция «Монетная неделя». Для чего она проводится и в чем заключается? Вылавливали не рыбу, а браконьерские орудия лова. Акция «Живая Волга» прошла сегодня в Самаре. В Самарской области Сбер и АвтоВАЗ планируют наращивать сотрудничество в сфере цифровизации автомобильной отрасли. Сегодня с рабочим визитом в регионе находится президент, председатель правления банка Герман Греф. В Тольятти вместе с губернатором Дмитрием Азаровым и президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым он оценил работу конвейера АвтоВАЗа и осмотрел линию сборки автомобилей «Лада Веста» нового поколения. Банк АвтоВАЗ намерены развивать сотрудничество в области создания высокотехнологичной экосистемы автомобилей «Лада». Внедрение передовых технологий в автомобилях «Лада» поможет водителю упростить управление автомобилем, сделать его более комфортным и безопасным. В России сегодня отмечают День славянской письменности и культуры. Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области по случаю праздника. Он подчеркнул, что праздник символизирует общность истории, веры, языка и духовно-нравственных ценностей славянских народов. Отмечая его ежегодно, мы тем самым отдаем дань уважения величайшим просветителям древности, святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Созданное ими азбука позволило построить самобытную культуру славянских народов. Сегодня, опираясь на это богатейшее наследие, мы обретаем ту внутреннюю силу и убежденность в своей правоте, которая помогает нам достойно отвечать на современные вызовы. В Самаре в эти дни находится делегация из Казахстана во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики в Российской Федерации Дауреном Абаевым. Встречала делегацию, исполняющую обязанности первого вице-губернатора председателя правительства Самарской области Наталья Катина. Стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в сферах образования и науки, культуры, туризма, медицины, сельского хозяйства, расширения торгово-экономического взаимодействия. Сегодня делегация осмотрела Институт инновационного развития Самарского медуниверситета. Подробности далее. Высокотехнологичные разработки в медицине. На базе сам ГМУ не только воспитывают квалифицированные кадры и оказывают профессиональную медицинскую помощь, но и создают инновационные продукты. Делегация из Казахстана во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики в Российской Федерации Дауреном Абаевым побывала в Центре прорывных исследований информационной технологии в медицине. Члены делегации познакомились с разработками самарских ученых. Есть КТ, МАТ, УЗИ, пироговские срезы. Ну, порядка 10 столов уже в Казахстане используются. То есть это продукты, сделанные сам ГМУ совместно с нашим партнером, с партнером производства. А, вы прошли? Да, вот все, что здесь показывают, все наше. Все, что здесь показывают, это все наше производство, наше производство. Поэтому тут в этом предстоит, что это сам ГМУ придумано, сделан прототип и сделан серийный производство. По всему миру, уже в 12 странах мира 100 терророва продается. По словам Даурена Абаева, проблемы со здоровьем, с которыми сталкиваются жители Казахстана и России, схожие. Поэтому обмен опытом в этой области будет полезен. Телемедицина. Это очень актуально для Казахстана. Казахстан тоже большая страна. И, соответственно, мы хотели бы, чтобы мы достучались до каждого жителя страны и смогли ему помочь. Здесь есть эти решения, которые были бы актуальны для нашей страны. Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества по внедрению самарских разработок на медицинский рынок Казахстана. Сам ГМУ рассматривает вопрос о том, чтобы найти партнера из Казахстана, вместе с ним выстраивать производство. И наши изделия, мы обсуждаем вопрос, чтобы наши изделия были произведены в Казахстане и более широко используются на медицинском рынке Казахстана. По итогам прошлого года Казахстан занял второе место в экспортных поставках Самарского региона и входит в первую десятку стран основных торговых партнеров страны. Поэтому в сотрудничестве на взаимовыгодных условиях заинтересованы обе стороны. Галина Топилина, Константин Головин. События. Глава Самары Елена Лапушкина провела заседание Совета по развитию предпринимательства. Бизнесменам вручили благодарственные письма за вклад в экономику и активную работу на благо города. Обсудили налоговый режим, поддержку экспортно-ориентированных компаний и организацию уличной торговли. Заседание провели в преддверии Дня российского предпринимательства, который будет отмечаться 26 мая. С подробностями Светлана Кудрявцева. Диалог с бизнесом. В преддверии Дня российского предпринимательства глава Самары Елена Лапушкина встретилась с самарскими бизнесменами. За круглым столом собрались руководители компаний, предприятий, ИП, а также бизнес-омбудсмен, представители налоговой службы профильных департаментов и ведомств. Предприниматели, руководители малого, среднего бизнеса – это те люди, которые, в общем-то, развивают нашу экономику, которые увеличивают рабочие места. Это такие новаторы, которые всегда ищут нестандартные решения. И мне очень хочется, чтобы ваш бизнес всегда был успешен. Со своей стороны могу сказать, что, безусловно, мы открыты всегда к диалогу. И ваши хорошие решения, направленные на развитие города, на улучшение качества жизни наших жителей, будут здесь совершенно точно поддержаны. На заседании обсудили налоговый режим для предпринимателей и процедуру подачи документов. С 1 января этого года применяется новый порядок документального подтверждения налогоплательщиками об основанности применения нулевой ставки НДС по экспортным операциям. Основное изменение у нас состоит в том, что вводится полный отказ от представления экспортерами товаров одновременно с налоговой декларацией документов на бумажных носителях, включая и контракты. То есть, с 1 января 2024 года за эти налоговые периоды будем представлять в налоговый орган реестры сведений из экспортных документов в электронной форме вместо самих бумажных документов. Эти реестры будут содержать сведения не только из таможенной декларации на товары или заявлений, как ранее, но и сведения из экспортного контракта. Электронный реестр можно быстро сформировать благодаря новому интернет-сервису «Офис экспортера». Он упрощает процедуру взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков. Для предпринимателей в регионе работает Центр поддержки экспорта Самарской области, который помогает сертификацией, маркетинговыми исследованиями, транспортировкой товаров. Центр финансирует до 80% стоимости транспортировки продукции, идущей на экспорт по территории России. Если в прошлом году лимит в год составлял полмиллиона, то теперь сумму увеличили до 1 миллиона рублей. Также Центр поддержки экспорта организует для предпринимателей бизнес-миссии в страны-партнеры. И сейчас у нас проходит бизнес-миссия в Китайскую Народную Республику. Она у нас уехала 18-го, 26-го приезжает. Планируется бизнес-миссия в Республике Казахстан с 3 июля. Также у нас запланирована бизнес-миссия в Белоруссию, в Саудовской Аравии. Но это уже 3-4 квартал. Запланированы две реверсные бизнес-миссии. Это история, когда мы приводим иностранных бизнесменов, и здесь на территории Самары устраиваем встречу. В Самару приедут бизнесмены из Азербайджана и Ирана, которые занимаются сельским хозяйством и заинтересованы в закупке муки. Центр поддержки экспорта входит в Фонд развития предпринимательства и действует на базе Центра «Мой бизнес». На Совете по развитию предпринимательства обсудили также организацию уличной торговли в Самаре. На территории города в этом году планируется проведение шести сезонных муниципальных ярмарок с общим количеством 303 торговых места. В круглогодичном режиме работают 15 ярмарок с общим количеством 752 торговых места. Круглогодичные ярмарки успешно работают. Данный формат востребован среди жителей, предпринимательского сообщества и фермеров. Они развивают конкурентную среду и оказывают положительное влияние на снижение цен. Местным предпринимателям глава Самары Елена Лапушкина вручила благодарственные письма и награды за вклад в экономику и активную работу на благо города. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События. С 20 мая по 2 июня проходит всероссийская акция «Монетная неделя». Проведение акции поможет вернуть монеты из копилок граждан в оборот и сократить затраты на их чеканку. К примеру, в монетах нуждаются торгово-сервисные предприятия. Им важно вовремя восполнить недостающие номиналы. Эти деньги снова начнут работать в экономике. Общую сумму с данных монет банк зачисляет на счет человека, который их принес, или обменяет на банкноты. Некоторые кредитные организации могут обменять принесенную мелочь на памятную монету номиналом 10 рублей, выпущенную Банком России в серии «Города трудовой доблести» и посвященную Самаре. Возможность такого обмена нужно уточнить в конкретном банке участники акции. Перечень офисов можно узнать на сайте акции. В Самаре прошла традиционная акция «Живая Волга» в рамках Международного дня Волги. Общественная палата Самарской области совместно со Средневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству и Городской думой провели рейд по выявлению браконьерских орудий лова. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Видимо, пытался освободиться, намотал на себя эту сетку бедолага. Достать и уничтожить браконьерские ловушки. В Самаре прошла традиционная акция «Живая Волга» в рамках Международного дня Волги. Акция проводится с 2017 года. Мероприятие направлено на привлечение внимания к экологическим проблемам. Представители Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Общественной палаты Самарской области, а также депутаты Городской думы провели рейд по выявлению браконьерских орудий лова. Я хочу сказать, что недаром в конце мая мы отмечаем День Волги. Это Международный день Волги. Потому что река Волга действительно является составной частью любого россиянина. 3,5 тысячи километров благородной красоты, которые нам даны для того, чтобы мы могли к ней приобщаться. И поэтому у нас у каждого есть на своем месте возможность сделать ее и полноводной, и чтобы в ней много водилось рыбы, и чтобы мы смогли ей и наслаждаться, и передать ее, самое главное, нашим детям и внукам. Время для проведения рейда выбрано не случайно. С 20 апреля по 10 июня длится нерестовый запрет. В это время активно размножается рыба. Ловля разрешена только с берега на удочку или спиннинг. В ходе рейда инспекторы нашли незаконно установленные сети. Всю живую рыбу, которая там запуталась, выпустили обратно в воду, а орудия для ловли извлекли. Непорядочные люди, они отдыхали и бросили сети на произвол судьбы. Потому что забыли, куда они поставили их, и тем самым в сеть попадается рыба, и она начинает погибать. Также есть и браконьеры, которых мы непосредственно стараемся поймать. За счет технического оснащения нам становится это легче, браконьеров становится меньше. Браконьерские орудия ловли извлекли в экватории рек Волга и Самара. По мнению участников акции, мероприятие не только помогает сохранить популяцию рыбы, но и повысить осведомленность жителей города об экосистеме водоемов. Это рассказать зрителям, жителям нашего города о значимости воды, значимости рыбы, которая здесь находится, и рассказать о тех нехороших людях, мягко говоря, которые расставляют сети, убивая водный ресурс городского округа Самара и прежде всего жителей. Такие рейды продолжатся. Нарушителей ждет административная и уголовная ответственность. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков, События. Сотрудники компании Т-Плюс отметили День Волги проведением экологической акции. В честь праздника они вышли очищать от мусора береговую линию любимой реки в районе Красноглинского пляжа. Подробнее в нашем сюжете. Быстрый инструктаж, раздача инвентаря и мешков. И вот уже сотрудники Т-Плюс и Энергосбыта приступили к сбору мусора на побережье реки. Энергетики уже второй год подряд поддерживают федеральную акцию День Волги. В мешки попадает не только привычный бытовой мусор – бутылки, стаканы и упаковка продуктов, но и трубы, дверцы шкафов и автомобильные покрышки. Все наши работники – это жители региона и жители города. Они так же, как и все другие люди, летом любят проводить время, отдыхать на берегах Волги. Приехали, в общем-то, очистить сами для себя это пространство, будущее место для отдыха. Территорию для уборки определили вместе с городским департаментом городского хозяйства и экологии. Очищали береговую линию старого ерика реки Сок, которая в этом месте непосредственно впадает в Волгу. В данном месте много отдыхающих, так как Красногринский пляж. Также данное место является как гостевым маршрутом. Это наше лицо нашего города. Соответственно, мы стараемся убраться и донести до населения, чтобы развиваемся, чтобы у них была культура к отношению к природе. Энергетики работали сразу в четырех городах присутствия организации в регионе. В Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Сотрудники уверены, это станет доброй традицией, как и другие экологические акции, которые регулярно проводит Т-Плюс. Такие как субботники, высадки деревьев и запуск мальков рыб в акваторию любимой реки. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. Почти как птицы. Пресс-конференция с представителями гонок дронов прошла в Самаре. Не только обсудили важные вопросы и перспективы развития, но и понаблюдали за полетом дрона воочию. Подробности узнала наша съемочная группа. Технологии и азарт. Дронрейсинг – достаточно молодой вид спорта, но с каждым годом его популярность набирает обороты. Наши спортсмены занимают лидирующие позиции на международных спортивных соревнованиях. В Самаре прошла пресс-конференция, посвященная перспективам развития этого направления. Представители Федерации гонок дронов рассказали о том, как сейчас развивается этот вид спорта, о предстоящих соревнованиях и обеспечении инфраструктуры для тренировок. Наш регион имеет все возможности, и желательно, чтобы наш регион занял какую-то доминирующую позицию именно в этом направлении. Сегодня в Самаре в рамках нацпроекта «Образование» специальным оборудованием активно оснащают технические кружки. А уже в сентябре текущего года в 17-ти общеобразовательных школах региона откроются специализированные классы и кружки технического творчества, которые позволят развивать этот вид спорта. Все в наших руках. Необходимо создавать условия для того, чтобы ребята вовлекались, проводили соревнования на региональном уровне. А мы со своей стороны на всероссийском уровне тоже будем максимально стараемся все сделать для того, чтобы узнали об этом виде спорта, узнали о том, что это не только спорт, это профессия. Возможность летать как птица, она как бы не дана на физически. Но мы сейчас живем в такое время, где технически это стало возможно. Дальше нам надо выявить, а кто же летает лучше, кто же летает быстрее и так далее, кто маневреннее. В эти выходные в Тольятти пройдет третий этап Всероссийского фестиваля гонок дронов. В соревнованиях будут участвовать более 60 спортсменов со всей страны. Полина Чулякова, Константин Головин. События. Макияж – важная составляющая в женском образе. Но летом из-за жары косметика на лице может смазаться. Как же краситься, чтобы не беспокоиться о своем внешнем виде? Расскажем в сюжете. Макияж помогает девушкам подчеркнуть естественную красоту. Но летом многие чувствуют себя некомфортно с косметикой на лице. Я пользуюсь только тушью и блеском максимум, потому что тоном не пользуюсь, из-за того, что очень жарко. Макияжем летом я не пользуюсь, потому что не совсем комфортно. Потеет, конечно, хочется это все время вытереть и какая-то тяжесть. Вообще некомфортно. Летом в жару вообще макияж не стоит накладывать, забивать все поры. Ну вот я не косметолог, конечно, я не знаю, может, косметологи знают. Но вот я никогда не накладываю, особенно тональный крем, это все течет, липнет. Но макияж даже в жару может быть легким и комфортным. О том, как накраситься летом, чтобы не беспокоиться о своем внешнем виде, рассказала визажист Анастасия Черныш. Еще в 11 классе Анастасия поняла, что визаж – дело всей ее жизни. В 18 лет девушка устроилась работать в магазин одежды, чтобы заработать на курсы обучения макияжу. С того момента прошло 4 года. Сейчас Настя работает гримером и визажистом, собирает невест и выпускниц, проводит мастер-классы. Рассказывает, летом краситься тоже можно, но немного иначе. Перед началом макияжа мы обязательно очищаем кожу, для того, чтобы смыть все излишки пыли, грязи, которые могут оказаться у нас на лице. И также обезжирить кожу, для того, чтобы тональные средства у нас легли лучше. Сделать это можно при помощи мицеллярной воды и ватных дисков. Следующий этап макияжа – увлажнение. Лучше выбирать средства на водной основе с гелевой текстурой. Гелевая текстура лучше впитывается в кожу, и после этого тональное средство ляжет ровнее. После увлажнения следует нанести солнцезащитный крем. Он поможет защитить кожу от вредного воздействия солнечных лучей, избежать пигментации, раннего старения и рака кожи. Теперь можно переходить к тону. Стоит выбирать легкие текстуры – BB и CC крема или средства на водной основе. Тональный крем я наношу на кисть, такими вбивающими движениями разношу по всей поверхности кисти и уже такими круговыми движениями наношу на лицо. Тональное средство лучше наносить легкими движениями, чтобы оно распределилось тонким слоем по всему лицу. В этом поможет широкая кисть. Мелкие недостатки и покраснения можно перекрыть консилером и плоской кистью. Далее я наношу пудру такими легкими движениями, пушистой кисточкой. Этот этап можно пропустить, если у вас нормальная кожа. У моей гости немного жирная кожа, поэтому я слегка наношу пудру. Придать свежий вид помогут румяна. Румяна я наношу на вторую половину яблочек щек. Я могу попросить своего гостя улыбнуться и найти эту точку. Брови красят при помощи теней. Это помогает добиться естественного эффекта. Ресницы подчеркивают при помощи туши. Чтобы она не ложилась комочками, излишки со щеточки нужно удалить. Финальный этап макияжа – блеск для губ. Оттенок блеска можно подобрать в тонную румяном, для того, чтобы макияж смотрелся более гармонично. Сохранить макияж в течение дня помогут матирующие салфетки. Просто промокните ими лицо, если видите, что оно блестит. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, Игорь Казановский. События. Прощание с Петербургом. В особняке Курлиных состоялся музыкальный концерт, посвященный 220-летию со дня рождения композитора Михаила Глинки. На концерте побывала наша съемочная группа. 1 июня исполнится 220 лет со дня рождения композитора Михаила Ивановича Глинки. В честь юбилея Музей Модерна подготовил концертную программу, чтобы зрители смогли поближе познакомиться с творчеством композитора. Известные романсы из цикла «Прощение с Петербургом» исполнили лауреаты международных конкурсов и солисты Самарской филармонии. Сама музыка, он написал ее перед тем, как покинуть Россию. И поэтому сама музыка не связана с какой-то единой линией, каким-то сюжетом. Это просто 12 отдельных историй, 12 отдельных романсов. Они посвящены и Италии, посвящены Палестине, посвящены России. В общем, это такое своего рода собрание сочинений, объединенных в один цикл. «Прощение с Петербургом» – единственный вокальный цикл, созданный Михаилом Глинкой на слова Нестора Кукольника. Все романсы, входящие в него, были написаны композитором летом 1840 года. Среди наиболее популярных – «Жаворонок» и «Прощальная песня». И сам Михаил Иванович Глинка всю свою жизнь композиторскую старался превратить музыкальную глину народной музыки в тонкий и изысканный фарфор музыки композиторской. Музыкальные концерты в Музее Модерны – не редкость. Уже 30 мая пройдет струнный квартет, а 6 июня в честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина прозвучат отрывки и романсы из оперы в исполнении солистов Самарской филармонии. Августина Охременко, Валерий Майоров, События. Самарское областное отделение Союза журналистов России и администрации Самары приглашают жителей и гостей города на фестиваль журналистики «Пресса-2024». Праздник пройдет 25 мая в Струковском саду, начало в 12.00. Телеканал «Самары ГИС» приготовил для гостей насыщенную программу. Барабанное шоу, дрессированные собачки, шоу мыльных пузырей, выступления оркестра и ансамбля колокольного звона, веселые конкурсы, призы и подарки. Главный приз – телевизор. Встречаемся на площадке телеканала «Самары ГИС» у входа в парк около фонтана. Приходите всей семьей. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре работает антинаркотическая горячая линия, сообщает телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской. Если вы обладаете какой-либо информацией о фактах незаконного использования жилых и нежилых помещений для потребления наркотических средств и других фактах незаконного оборота наркотиков, сообщите по телефону горячей линии, указанному на экране. Администрация железнодорожного района напоминает, что с 24 по 28 мая в регионе сохранится четвертый класс пожарной опасности. Главное управление МЧС России по региону рекомендует соблюдать меры пожарной безопасности – не посещать леса, не разводить костер в лесу, не заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону 01 или 101 с мобильного телефона. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки информирует жителей о том, что в Самаре многодетным семьям предоставляется единовременная социальная выплата на приобретение либо строительство жилья. Речь идет о семьях, в которых воспитываются пять и более детей. Выплата предоставляется в рамках нацпроекта «Демография», который реализуется по решению президента Российской Федерации Владимира Путина. Ознакомиться со всей информацией о данной выплате можно на сайте администрации Самары. Подробную консультацию можно получить по телефону, указанному на экране. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания, всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова